7 ноября в день столетия Октябрьской революции в многофункциональном центре при Дворце культуры «Спартак» состоялся круглый стол. На мероприятии приняли участие глава города Хасавюр Зайнудин Акмазов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, депутаты партии, расположенных на территории города, представители общественной палаты и студенты высшего и среднеспециальных учебных заведений. Сегодня в нашем обществе от самооценки этого события два диаметрально противоположных мнения. Одни однозначно трактуют это как величайшие события XX века, другие это трактуют как государственный переворот, захват власти, бунт. Но, на мой взгляд, я выскажу свое мнение. На мой взгляд, эта совершившаяся революция была реализацией извечной мечты человечества о свободе, радости, братстве. По приветству участников круглого стола, а особенно молодое поколение, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха поделился воспоминаниями о жизни и испытаниях, через которые пришлось пройти советскому народу для того, чтобы будущее поколение могло жить под мирным и ясным небом. О том, как поднимали страну после жестокой войны и что только благодаря сплоченности народов, проживавших в Советском Союзе, добились высоких достижений в восстановлении страны за короткое время. Айшат нам включила микрофон и там прозвучали слова наших интернационалов. Там есть такие слова. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освободения своей собственной рукой. Вставай, проклятим заклеменный, весь мир голодный и рабов. Кипит наш разум погущённый, и смертный бой идти готов. Это было димоном нашей Коммунистической партии. В течение всей советской эпохи 7 ноября был красным днём календаря, то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом ежедневники, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны, рассказывали участники круглого стола из числа людей старшего поколения, воспитанные в советское время. Ну что я хочу сказать, я соглашаюсь вместе с товарищем Нодобеговым, то что он сказал, что застойные годы, это 60-70-е годы, это были самые лучшие годы, или потому что это наши были годы нашей жизни. Нас бесплатно учили в вузах, нас бесплатно лечили, давали направления выпускникам в вузах, и ещё подъёмные деньги, чтобы первое время существовать. Нам давали бесплатно квартиры в порядке очереди, и всё это было бесплатно. Это были так называли, сейчас называют их застойными годами. А в нашем городе в 80-х годах было 23 промышленных предприятия, заводы, фабрики. Для тех, кто изучал историю уже в современной России и, возможно, уделил недостаточно внимания этой вехе, стоит напомнить, в ночь с 7 по 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооружённые работники, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».